Огромное спасибо, Татьяна Юрьевна. У нас сегодня в эфире пациенты в нашем региональном отделении. Я хочу представить моего со-модератора, организатора фактически этой сессии, организатора всего пациентского движения Татьяна Юрьевна Семиглазова. Она как выдающийся онколог, доктор медицинских наук, профессор, возглавляя две большие кафедры у себя в Институте Петрова. Это и лечебная кафедра, и кафедра реабилитации, отделение реабилитации онкологических пациентов. При всем при этом она является международным экспертом Русска. Она участвует активно в написании клинических рекомендаций и протоколов по лечению онкологических пациентов, реабилитации пациентов. И она находит в своей работе время для пациентского движения. Это очень важно. Спасибо огромное, Татьяна Юрьевна, что вы в таком большом международном форуме врачебного помогли нам организовать эту сессию. Сегодня мы действительно погрузимся в тему финансирования онкологической сферы. Причем мы будем обсуждать ее как бы с трех сторон. С точки зрения федеральных учреждений, с точки зрения врачей и с точки зрения пациентов. Потому что чаще всего мы с вами, пациентское сообщество, не понимаем, медицина бесплатная. Мне должно государство все дать, поскольку у меня в Конституции закреплено право на бесплатное медицинское лечение. Но так ли это? И бесплатно ли оно? И откуда черпаются финансы? И финансы имеют ограничения или нет? Онкологическая сфера – это одно из самых затратных направлений во всем мире. И поэтому безграничными финансами здесь не руководствуется ни одна страна мира. Бюджет все равно ограничен. И, к сожалению, если мы с вами, и взрослые дети, и онкологические пациенты попадаем в очень затратную, высокозатратную группу, а это очень часто происходит, то здесь действительно вопрос решается непросто. И, к сожалению, не так быстро, как бы нам этого хотелось. Но, опять-таки, государством у нас и нашим законодательством предусмотрено практически полноценное бесплатное сопровождение пациента от начала постановки диагноза, заканчивая любым исходом, будь то реабилитационный или палеотивный. И сегодня с нами я хочу очень поблагодарить руководителей двух организаций, которые с нами очень тесно работают и дружат. Это Федеральное бюро и лично Елену Евгеньевну Чернякову, которая откликнулась на участие в нашей пациентской сессии. И Царева Ольга Владимировна сегодня, как эксперт Федерального фонда медицинского страхования, представит доклад и сообщение нам в эту тематику, которую мы сегодня будем с вами обсуждать. И второе учреждение, которое с нами тоже очень давно дружит, и лично руководителю Федерального бюро медико-социальной экспертизы, главному эксперту Дымочке Михаилу Анатольевичу, тоже хотим выразить огромную благодарность, потому что мы делаем вместе с ними огромный фронт работы. И надо сказать, что и Федеральная медико-социальная экспертиза, и Федеральный фонд ОМС сейчас вот настолько мы находимся в тесной работе. У нас есть совместные совещания, у нас есть совместные экспертные группы, на которых реально исполнительная власть нас слышит, берет на заметки те проблемы, с которыми мы сталкиваемся в практике. Но, безусловно, мы не можем резюмировать проблемы, с которыми сталкиваются пациенты по всей стране. И, конечно, нам в этом помогают те организации, которые работают в онкологическом направлении.